Добрый день! С вами Юрий Гезберг. И сегодня мы поговорим о поиске неисправности с помощью осциллографа. Ну, прежде чем начинать работать с осциллографом, надо убедиться в его исправности. Проще всего это сделать следующим образом. Берем сигнальный щуп осциллографа и дотрагимся до него рукой. Мы видим, что в момент касания на экране появляется наводка частоты 50 герц от сети, напряжение 220 вольт. То есть вот это напряжение калиброванной частоты, оно может быть вообще говоря использовано не только для проверки самого осциллографа, но и для каких-то других тестовых операций. Ну и для того, чтобы закончить проверку кабеля осциллографа, достаточно замкнуть сигнальный щуп и земляной. В этом случае наводка должна пропадать. Показываю. Наводка есть, наводки нет, есть, нет. Вот таким образом проверяется осциллограф, ну, как бы скажем, на вскидку. Самым простейшим образом. Надо сказать, что подавать напряжение наводки на сигнале щуп можно не только касаясь рукой, но и через какой-то радиоэлемент. В этом случае мы сможем проверять данный радиоэлемент на отсутствие обрыва. Ну, например, возьмем предохранитель. Вот мы берем предохранитель и касаемся щупа, сигнального щупа осциллографа. Мы видим, что на экране появляется наводка. Это говорит о том, что у нас предохранитель исправный. То есть также можно использовать и резистор. Берем резистор, касаемся. Видим, что раз резистор не оборван, то наводка на экране сциллографа имеет место быть. Точно также можно использовать, например, и конденсатор достаточно большой емкости. Если мы возьмемся за один из выводов конденсатора и дотронемся другим выводом конденсатора до щупа, мы видим, как появляется наводка. Это говорит о том, что данный электролитический конденсатор имеет достаточно большую емкость. Проверить емкость электролитического конденсатора можно не только подавая сигнал наводки через него, но и проверяя наличие этой емкости по тому, насколько данный конденсатор шутирует вход осциллографа. Вот смотрите, вот сейчас мы видим наводку. А вот я сейчас беру конденсатор и выводами шунтирую вход. Наводка пропадает. Отсоединяя, наводка появляется. Вот мы видим, как работает емкость данного конденсатора. То же самое можно сказать и о дросселе. Вот дроссель мы берем, дотрагиваемся, видим, что наводка существует в момент касания, значит дроссель тоже не оборван. Конечно, все это достаточно ориентировочные оценки и более информативным является использование в данном случае о метро. Но почему бы не использовать и подобные варианты проверки, именно оперативной проверки в процессе работы, когда при поиске неисправности так же ценится время, как и при любой другой работе. Важно не просто найти неисправность, а найти ее как можно быстрее. Кстати, о моточных изделиях. Вот действительно, на обрыв мы таким образом можем проверить наш дроссель или трансформатор. А наличие короткозамкнутого витка так не проверишь. И метром не проверишь. Однако вот с помощью осциллографа можно проверить наличие короткозамкнутого витка. Делается это довольно просто. Ко входу вспомогательно-измерительной схемы, состоящей из резистора R с сопротивлением несколько десятков Ом и исследуемой обмотки L, подключается выход генератора синусоидального напряжения или генератора прямоугольных импульсов. А к выводам обмотки подключаем вход осциллографа. При отсутствии короткозамкнутого витка напряжение на выходе измерительной схемы мало отличается от напряжения на ее входе. Если же имеет место короткозамкнутый виток, то синусоидальное напряжение на выходе оказывается намного меньше, чем на входе. А если у нас генератор прямоугольных импульсов, то на выходе схемы мы видим дифференцированные импульсы. Мы видим, что на экране осциллографа напряжение на воде имеет форму синусоиды. Конечно, это искаженная синусоида. Она далека от идеальной, но ценным в ней является то, что это напряжение калиброванной частоты. Это напряжение частоты 50 Гц. Соответственно, период такого напряжения равен 20 мс. То есть, если мы, например, в схеме двухполупериодного выпрямителя на выходе сглаживающего фильтра видим пилообразные импульсы, которые следуют частотой 50 Гц, соответствующей вот этой периодовой данной данной наводки, это говорит о том, что у нас нет двухполупериодного выпрямления. Это говорит о том, что у нас выпрямительный мост работает неправильно, какой-то из диодов, очевидно, оборван. То есть, вот таким образом можно прикинуть работоспособность элементов в схемы непосредственно по длительности периода. То есть, в данном случае для двухполупериодного выпрямления у нас период, вот этот, пилообразного напряжения, должен быть равен 10 миллисекундам. То есть, от каждой полуволны должно образовываться пилообразное напряжение. Вот наглядный пример того, как можно использовать это напряжение на водке для поиска неисправности непосредственно уже в схеме. При поиске неисправности очень важно наблюдать и контролировать самые мельчайшие нюансы, которые проистекают в процессе работы. Ну, например, каскад с общим эмиттером. Вы пытаетесь дотронуться щупом осциллографа до его коллектора, коллектора транзистора. И видите, на экране бросок напряжения. Вот так раз. Осциллограф включен с закрытым входом, поэтому разделительный конденсатор не пропускает постоянно составляющие. И что мы видим? Что горизонтальная линия развертки была как до касания, так и после. Какой-то небольшой скачок вверх. После чего горизонтальная линия вернулась в исходное состояние. Казалось бы, ничего особенного. Но если внимательно проанализировать ситуацию, то можно сделать достаточно глубокие выводы. Ну, во-первых, это то, что кабель осциллографа не оборван. Это само собой. Это говорит о том, что на каскад поступает питающее напряжение. То, что резистор в цепи коллектора не оборван. То, что транзистор не пробит. И то, что транзистор не находится в режиме насыщения. Вот такие выводы можно сделать только в результате одного касания до коллектора транзистора. Казалось бы, такое малозначащее проявление дефекта. Выводы можно сделать достаточно глубокие. Естественно, что если осциллограф подключен по схеме с открытым входом, то мы увидим разницу напряжения. Постоянного напряжения в одном случае и в другом. Сейчас осциллограф включен по схеме с открытым входом. И мы видим, что постоянное напряжение, оно контролируется, передается. Подобный эксперимент мы можем провести для какого-то разделительного конденсатора в схеме. На одной обкладке напряжение одного уровня, постоянное напряжение. На другой обкладке оно существенно различно. Оно другое. И это можем мы проконтролировать без вольтметра непосредственно осциллографом. То есть прохождение сигнала удобнее наблюдать с помощью осциллографа с закрытым входом. Разница напряжений, то есть разность потенциалов на обкладках конденсатора, удобнее наблюдать с осциллографом с закрытым входом. Надо сказать, что проверку прохождения сигнала через емкость электролитического конденсатора, именно разделительного конденсатора. Можно проверить не обязательно подключением к осциллографу одного из его выводов. То есть вот таким образом. Вот мы видим, наводка появляется при касании щупа. А можно этот же сигнал увидеть и касаясь корпуса. Вот. Вот я коснулся корпуса электролитического конденсатора. То есть, если это, повторяю, разделительный конденсатор, а не конденсатор фильтра, конденсатор сглаживающего фильтра, то вполне можно наблюдать прохождение сигнала на корпусе самого конденсатора. Что это дает? Это дает оперативность в работе. То есть, не надо искать место пайки конденсатора на печатной платье, а прямо со стороны радиоэлементов можно оперативно пройти щупом и посмотреть, до какого места сигнал проходит. Что это дает? Выигрыш во времени. Выигрыш во времени при поиске неисправности, что очень важно. Самое главное преимущество осциллографа по отношению к другим измерительным приборам. это его большая информативность. Действительно, бывает, что, казалось бы, незначительные нюансы в форме сигнала позволяют понять источник неисправности. Это могут быть нелинейные искажения, это может быть завал фронта импульсов, это может быть изменение соотношений в форме телевизионного сигнала, что приводит к срыву синхронизации и так далее. В заключении хочу сказать, чаще используйте осциллограф. Он помогает найти самые сложные неисправности. Ну а если вам понравилось данное видео, то пожалуйста, с вас один клик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!